Сотрудники предприятия «Солигорсгаз» большое внимание уделяют обслуживанию отопительно-газового оборудования. Газовые котлы бывают двух типов – закрытой и открытой камерой сгорания. Для последних требуется обустройство отдельного дымохода. Зачастую практика такова, что это оборудование обслуживает компания, которая его продает. Но стоит отметить, среди работников газоснабжающих организаций было проведено соответствующее обучение, и теперь котлы могут обслуживаться их силами. В нашем районе проблем по обслуживанию и эксплуатации отопительного оборудования, как таковых, не имеется. При каждом посещении наших абонентов мы проводим с людьми инструктаж по правилам пользования отопительным газовым оборудованием. Мы разъясняем на практике, как это все проводится. Основная мера безопасности – это проверить наличие тяги в вентиляционном канале в дымоходе до включения отопительного газового оборудования и после его выключения. Также проводим соответствующие инструктажи у нас в техклассе перед заселением многоквартирных жилых домов. На обслуживание предприятия «Солигорсгаз» около 90 тысяч квартир. Также городским теплом может похвастаться 28% сельской местности. И на этом программа не останавливается. По предварительным данным, в этом году планируется провести природный газ в деревню Сетенец. Потребителям нужно помнить, что газовый котел, вне зависимости от вида, рассчитан на срок службы до 12 лет. После специализированной диагностики срок может быть продлен до 20. Это максимальное значение. Если все же отопительное газовое оборудование вышло из строя, можно обратиться в аварийную службу «Солигорсгаз». Здесь 24 часа в сутки работают не менее 4 сотрудников. Самая частая проблема, с которой приходится сталкиваться, это обледенение дымохода, что может повлечь за собой неисправность в работе. Поэтому важно вовремя убирать лед и сосульки. В сельской местности газифицировано порядка 28% населенных пунктов. В текущем году планируется строительство магистрали от ГРС города Солигорск до Нежинского горно-обогатительного комбината. Порядка 40 километров газопровода будет построено высокого давления. От этого газопровода имеется возможность подключения порядка 15 населенных пунктов Солигорского района. В этом году станет возможным мониторить режимы работы газоснабжения, а также контролировать передвижение автотранспорта. Это станет возможным благодаря новому современному оборудованию, которое будет установлено на Центральной диспетчерской аварийной службы. Реконструкция зданий производственного управления Солигорск газ началась в прошлом году. Также для работников улучшат административные и бытовые помещения. По срокам строительства закончится в ноябре 2018 года.